...к ночным переговорам, вернее, вечерним, уже затянувшимся в ночь, переговорам Владимира Путина и Эммануэля Макрона, которые в том числе касались довольно сильно внутри украинской тематики. С нами сейчас на связи Олеся Яхно, украинский политоук. Олеся, доброе утро. Во-первых, большое спасибо, что нашли время и так оперативно присоединились к нашему эфиру. Олесь, первый вопрос. Следили ли в Киеве за ночными высказываниями господина Макрона и Путина? Ну, безусловно, следили, потому что, как мы знаем, Эммануэль Макрон направляется в Киев, и также в Киев приезжает канцлер Германии Олаф Шольц, затем он поедет в Москву. В Киеве, конечно же, пристально следят за всеми переговорами, поездками, которые так или иначе касаются Украины. И, как мы знаем, что затем это обсуждается также с Киевом, что очень правильно. И, возвращаясь к вашему вопросу, конечно же, мы следили. Мы видим, что активизировалась на фоне переговоров России и США, активизировалась Европа. Ну, наверное, это правильно. Европа, с одной стороны, хочет чувствовать свою субъектность, особенно если мы говорим о Франции или Макрона, где будут выборы в этом году. Но для Украины это важно, что Европа активизировалась. Как мы знаем, было очень много разных визитов в Киев, эти визиты продолжаются. И даже если позиции России, Украины и Запада вместе с Украиной, они сильно отличаются, и вряд ли можно говорить о том, что в процессе таких переговоров можно прийти к какому-то реальному результату. Тем не менее, все равно это хорошо, что такие переговоры продолжаются. Хотя бы можно лучше и больше попытаться понять логику действий российской власти. Можно понять эмоциональный настрой, можно что-то транслировать, насколько готов или не готов Запад идти на эти уступки. Другое дело, что мне кажется, что у Европы должна быть более четкая позиция, прежде всего у Франции и Германии, в отношении Российской Федерации, в отношении оборонной политики в целом. Потому что иногда мы видим двоякие стандарты, знаете, двойные такие. С одной стороны, лидеры государств могут обсуждать угрозу и возможный санкционный пакет, как, например, это было недавно в Италии, когда премьер-министр участвовал в обсуждении с США и другими странами в пакете санкций. А в это время итальянский бизнес проводил онлайн-конференцию с Владимиром Путиным. И как ни в чем не бывало, там подписывали контракты на крупные суммы. Поэтому здесь Европа, мне кажется, она должна быть более четкой в своей позиции. И это вопрос не только Украина, а это вопрос безопасности самой Европы. Насколько Европа может выстроить вот эту границу между компромиссами с Российской Федерацией, прежде всего в сфере обороны. Ну а сами визиты, да, это плюс. Хотя, конечно, если говорить о той пресс-конференции, которую мы видели, Эммануэля Макрона и Владимира Путина, ну довольно такое странное впечатление эта пресс-конференция произвела. Конечно же, как я сказала, больших ожиданий в отношении прорывов в позиции или в достижении какого-то результата никто не ожидал. Но тем не менее, сами публичные оценки, которые звучали от России, от Владимира Путина и тот тон, там он до шуток дошел, да, составили, ну такое, знаете, как две параллельных реальности. Вот Россия живет в одной реальности трактовки событий, а Запад и Украина живет в другой реальности трактовки событий. Да, действительно, вы правы, Олес. Вы знаете, мне тут показалось интересно то, что Владимир Путин решил и мимоходом коснуться абсолютно внутри украинских процессов и как-то, знаете, как мышка хвостиком в российской, в русской народной сказке махнул. Вот он также решил мимоходом, видимо, похоронить политическую карьеру Петра Порошенко. Давайте послушаем небольшой фрагмент из пресс-конференции Путина. Вот вы поймете, что я имею в виду. В свое время, когда господин Порошенко был еще президентом Украины, я ему говорил, что если у него возникнут какие-то сложности в будущем, Россия готова предоставить ему политическое убежище. Он тогда иронизировал много по этому вопросу. Но сегодня хочу подтвердить свои предложения, несмотря на наше серьезное расхождение по этому вопросу, по вопросу урегулирования на Донбассе. Я считаю, что он надел много ошибок в этом направлении. Но все-таки его преследование как государственного преступника, на мой взгляд, тоже чрезмерная заявка на успех действующего сегодняшнего руководства. Мы готовы таким, как господин Порошенко, предоставить убежище в России. Это, конечно, лицо и поза господина Макрона на этом фрагменте, мне кажется, заслуживает отдельного внимания. Олесь, по моим ощущениям, Путин сейчас поставил господин Порошенко где-то в Ростов рядом с Януковичем. Вам так не кажется? Ну, смотрите, с одной стороны, это такой троллинг, потому что мы видим, что в России позиция в отношении политиков очень быстро меняется. Когда Порошенко был президентом, то в России его на Росте или каналах называли чуть ли не Гитлером. Спустя прошло какое-то время и Зеленского стали называть тоже чуть ли не Гитлером, хотя вначале были другие оценки. То есть Россия, мне кажется, с одной стороны, это такой троллинг, с другой стороны, это попытка влезть в украинские политические процессы и, с одной стороны, уколоть и Порошенко, и Зеленского, показав, что, смотрите, чрезмерно, и тем самым, как вы правильно, привели аналогию, сравнить Порошенко чуть ли не с беглым Януковичем. Это такая двойная игра и против Порошенко, и против Зеленского, и троллинг. Но, с другой стороны, знаете, за этим троллингом и попыткой вмешаться в политический процесс и показать, что украинские элиты расколоты, они не едины, что следующий президент преследует или там заводит дела на своего предшественника, что для России невозможно представить. Но за этим всем скрывается и психологическая зависимость, мне кажется, России от Украины. Потому что видно, что Путин настолько внедрен в украинскую тематику, что он даже не может сдержать себя, чтобы не пошутить или как-то не использовать эту тему в политических целях. Как будто, знаете, Путин живет не Россией, а он живет все время Украиной и буквально на уровне действительно психологической зависимости. Мне кажется, это очень выдает российскую власть в том, что она живет у Украины. И порой кажется, что даже больше обсуждается украинские законы, украинские тарифы, украинские цены украинских политиков, в то время как, наоборот, о проблемах России говорят меньше, а все время говорят о проблемах Украины. То есть это такая, знаете, то, что я наблюдала за все эти годы, начиная с 2014 года, это какая-то способность жить чужой жизнью, жить жизнью другого государства. И в данном случае, да, Путин даже в таких, казалось бы, переговорах все равно не применил использовать внутриполитическую тему по линии Зеленский-Порошенко. Да, жизнь у чужого государства даже на таком высоком уровне. Спасибо большое. Олеся Ихно, украинский политолог, на связи с нами была из Киева, обсуждали внутриукраинскую тематику в заявлениях Владимира Путина по итогам переговоров с иммунелем Макроном. Всем привет, это Тихон Зитко, главный редактор «Дождя». Спасибо, что смотрите нас на Ютубе. Но дождь это намного больше, чем наш Ютуб-канал. У нас есть огромное количество контента под подпиской на нашем сайте. Открывайте для всех новости. Мы можем благодаря тому, что вы, наши зрители, оформляете подписку. Это дает нам возможность в прямом эфире, абсолютно бесплатно и для всех, транслировать новости и рассказывать о главных событиях в России и за ее пределами. Так дайте нам эту возможность. Подпишитесь на «Дождь» tvrain.ru слэш подписка. И мы в таком случае сможем и дальше рассказывать о происходящем во всем мире. Спасибо. Спасибо.